Дорогой друг, вместо Рамзана Кадырова сейчас можно просто взять любую обезьяну, туда посадить, и она потянет то, что самого Кадырова завтра поменяют на Иудова или Алаудинова, все, закончился путь Ахмата. Например, одним из таких известных работорговцев является нынешний полковник полиции Магомед Дашаев, который воровал, похищал русских по происхождению девушек и продавал их. Что касается мифа про документалку «Рынок рабов в Руссмартане», я не видел эту документалку. Если под развенчиванием мифа от меня ожидают, что не было ничего такого, у нас не было преступности, я не буду, это не миф, у нас она была, преступность была, похищения людей были, работорговля как таковая была. Например, одним из таких известных работорговцев является нынешний полковник полиции Магомед Дашаев, который воровал, похищал русских по происхождению девушек и продавал их. Магомед Дашаев, называя это все, что они наложницы, что их продажа, дарение, насилование, это все дозволено в рамках якобы ислама. Под таким предлогом у них был какой-то чувак из Ирана, по-моему, один тип, который у них числился богословом, он им давал какие-то фетвы. И, руководствуясь его фетвами, эти люди творили подобный беспредел. Сейчас, в основном, основное количество людей, которые занимались этими преступлениями, они очень удачно встроились в российскую вертикаль власти, типа Дашаева или, например, был такой Мамакаев Алик, его уже нет, но он официально, то есть, смотрите, как у них интересно все устроено. Те, кто занимались этими похищениями, они же друг друга знали. И вот Дашаев, так как сам был таким преступником, он знал, что Алик похитил в свое время односельчанина Рамзана Кадырова, ныне руководителя администрации главы правительства Кадыровской, Галаса Таймасханова. Аус его тогда похитил и за него требовал выкуп. Вы помните эту историю, когда этот Галас на ток-шоу, забыл название, прогремевшее, Точки опоры, на телеканале Грозный, в передаче Точки опоры, Рамзан Кадыров его поднимает и говорит, вот Дока Умаров говорит, его Галаса похитил, и за него выкуп требовал. И Галас берет микрофон и говорит, да, Дока Умаров, не давали мне молиться, там, лямас дейтать, лямас дейтать, вот это знаменитое его, да, типа, когда я просил дать мне помолиться, мне не давали помолиться, совершить намаз. Он это все говорит о Доке, что якобы Дока его своровал, Дока ему дала молиться, а потом, после этой передачи, Дашаев раскрывает преступление. Оказывается, что действующий на тот момент сотрудник полиции, начальник криминальной, на тот момент криминальной полиции, Ачхой Мартановского РОВД, Алик Мамакаев, еще два чувака, один уже был мертв на тот момент, а второй забыл его имя, эти люди были похитителями, Дока Умаров там вообще рядом не проходил. И их осуждают, их сажают, и Алик в тюрьме умирает. Вот так была эта система устроена, а Дашаев об этом знал только лишь потому, что он сам был преступником, возможно, где-то, я не знаю, на встрече там, обсуждая выкуп, продажу очередного, очередной наложницы, может, он где-то как-то пересекся с ними, где-то увидел, что, или услышал, что они держат этого голоса, так об этом узнал, и потом, когда, уже будучи сотрудником российских правоохранительных структур в 10-х годах, поняв, что это такой лотерейный билет для него, раскрыть преступление односельчанина Кадырова, это же очень круто, и он действительно на этом выстрелил. После того, как он раскрыл это преступление, посадил этого Мамакаева второго, его сделали главой полиции Грозненского УМВД, заместителем начальника этого УМВД. И долгое время он был в этой должности, потом в итоге лишился этой должности, сейчас где-то там в ОРЧ обычным опером в Шивом работает. Как думаешь, ты бы потянул должность президента Ячни или мэра города? Если ты подразумеваешь под президентом Ячни смену Рамзана Кадырова, то есть потянул бы я, если бы меня поставили вместо Рамзана Кадырова. Дорогой друг, вместо Рамзана Кадырова сейчас можно просто взять любую обезьяну туда посадить, и она потянет то, что делает Рамзан Кадыров. Потому что что он делает? На шикарном диване развлечься, вести эфиры, отдавать приказы, чтобы там мучить людей, не уметь связать несколько слов. Обезьяна то же самое сделает. Если ты из этого исходишь, то там, поверь мне, не нужно сегодня много ума, чтобы стать российским чиновником, наместником в Чечне. Не знаю, чего ждать от крайне консервативных людей, люди не идут за нами, будем честны. В республике уже молодежь без шуток верит в путь Ахмата и другие приколы, вы упускаете поколение, сам в шоке был. Ну смотри, это твое субъективное осуждение. Во-первых, я явно не отношусь к категории крайне консервативных людей, о которых ты говоришь. Я тоже знаю, встречаю этих крайне консервативных людей. Наверное, крайне консервативными людьми можно назвать тех, кто, публикуя Урсулу фон Дарляй, например, одевает на нее хиджаб. Допустим, это крыло таких крайних консерваторов. И где-то там, допустим, чрезмерно либеральные какие-то люди, у которых вообще нет никаких, допустим, тормозов, или есть там открытые атеисты какие-то у нас там появились. То есть все-таки я нахожусь где-то между, и считаю, что это золотая середина. Но я также не соглашусь с тем, что там, как ты говоришь, кто-то верит в путь Ахмата. И сама концепция этого пути Ахмата, она абсолютно не жизнеспособна. То есть это такая тема, которая, если убрать пропаганду, то все ее больше нет. Сама по себе она не будет вообще жить. Никакого пути Ахмата, ничего не будет само по себе, если просто убрать государственную поддержку и очень навязчивую явную пропаганду. В отличие от, допустим, идеологии, если мы возьмем ислама, например, если мы возьмем просто какие-нибудь личности отдельные, как, например, шейх Мансур и так далее, они живут без пропаганды, без государственной поддержки. Это все передается из уст-уста, например, религиозная идеология также передается, ее изучают, здесь не нужна для этого пропаганда. А путь Ахмата, он сам по себе жить не будет. Никто его из уст-уста передавать не будет. Ничего подобного происходить не будет. Просто убери. Даже не то, что там государственная поддержка, пропаганда. Просто самого Кадырова завтра поменяют на Иудова или Алаудинова. Все, закончился путь Ахмата. Не будет его больше, понимаешь? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»